В Невском районном суде начались основные слушания по иску петербургской горнолыжницы к врачам. Карьера перспективной фристайлистки прервалась во время Олимпийских игр в Сочи. На тренировке Мария Комиссарова сломала позвоночник. Обратилась в клинику восстановительной медицины доктора Блюма. По ее словам, там обещали, что через год, благодаря специальной авторской методике, девушка сможет ходить. Есть свидетели, кто это слышал, и в многочисленных СМИ, и на видео даже есть, где сам доктор обещает то, что он поставит меня на ноги, и я буду снова ходить. В доказательство своих слов Мария приводит видео, где сам доктор обещает ей помочь. Если она будет делать то, что я буду говорить, и чем буду руководить, да, это возможно. Спортсменку отправили проходить лечение в испанский филиал московской клиники. Деньги на лечение собирали всем миром. Всего более 600 тысяч евро. Но Мария так и не пошла. Вскрылись подробности, что на сегодняшний день все европейские клиники, несколько европейских клиник говорят о том, что это в принципе невозможно при ее диагнозе. Сейчас Мария Комиссарова требует от клиники вернуть деньги. Однако ответчик настаивает, никаких гарантий на полное восстановление двигательных функций врачи не давали. Не звучало ни устно, ни письменно, ни в какой другой форме, ни в моем присутствии, ни другим людям. Из всего, что мне известно, доктор никому никогда не говорил того, что она встанет и пойдет. Нет. Вы же понимаете, что если мы не были уверены, мы бы просто не взяли с ней. Кроме того, по словам свидетеля со стороны ответчика, спортсменка даже не пыталась мирно урегулировать конфликт. Ни одной претензии, ни одной попытки что-то согласовать и решить до этого не было. Если бы это была какая-то операция или череда событий, а так это были огромный объем занятий, где никто не мешал сойти с дистанции раньше. Один из самых главных вопросов, сколько денег на самом деле Мария Комиссарова потратила на лечение. Представители клиники настаивают на том, что эта сумма меньше указанной в иске. Представитель спортсменки еще раз подсчитает все расходы и точные цифры озвучит на следующем судебном заседании. По словам адвоката Марии Чадаевой, это дело крайне сложное. Требуется изучить еще множество документов. Это, например, и бумаги, подтверждающие оплату процедур и акты исполнения работ. Следующее заседание по этому делу назначено на 18 февраля. Вадим Федосеев, Степень защиты.